Дома действительно построили. 150 домов микрорайон Новый, поселок Белоомут. Два дома восстановили. Поселок у нас, значит, Каданок. И 8 человек у нас получили компенсацию. У нас пострадавшими 137 семей, но так как отделились взрослые уже дети, и поэтому получается 160 семей. На каждую семью была у нас кухонная мебель, платяной шкаф, кровать, матрасы, посуда. Приходила спонсорская помощь гуманитарная, телевизоры, холодильники. Те, кто получил телевизор-холодильник, значит, они покупали микроволновки, они покупали другую какую-то бытовую технику. Многие жители беспокоятся. Там мы жили. У нас медпункт свой был какой-то хороший на нашем поселке. Мы там были все в кучке. Нам там и капельницу могли поставить, и анализы взять, и все. Вот я сейчас прохожу курс лечения, делаю уколы. Ну вот каждый день мне на уколы надо ехать туда, в центр. Это, считай, я больше, чем полдня пробуду. А обещали нам тут построить. Поселок Белоом. Пошли в декабре месяце дожди. Вода стала прибывать. Потом вода, стали открывать этот люк они, вода стала убывать. Мороз поджали ее. А вот в этот раз в пятницу приходили комиссии, посмотрели, люк открыли отсюда сверху. Самой воды нет. Написали, что все сухо. А на второй день, в субботу, приехал с Москвы. Рабочего привезли. Приехал начальник участка, и мастер приехал. Рабочий делал продухи. И полез, ему нужно было туда слазить, в подпол. Он полез и говорит, а у вас вода стоит в подполе? Начальник участка взял, не только не поверил, но взял, сам слазил туда. Да, говорит, там стоит вода у вас. Наверное, грунтовые воды, как-то там строитель, может быть, где-то ядроизоляция плохая. Потому что вчера приезжал сюда у нас первый заместитель строительства, Министерства строительства Московской области, Молодит Юрий Иванович, из Министерства регионального развития, Васильев Виктор Николаевич. И, в общем-то, решался вопрос, недельный срок там, что какие неполадки, что там не доделано у Анны Егоровны, в недельный срок устранить. И, в частности, решить вопрос вот с ядроизоляцией, с этой водой, которая скопилась вот в подполе у нее. Вот он кончился. У тебя его пальцы садят. Деревни Маховой, но там были дома, постройки 70-е годы, старые постройки. Там многоквартирные дома. Но не было горячей воды у них, сами они там обогреватели ставили. А здесь все удобство, со всеми удобствами. У нас там кирпичные дома, блочные дома самые. Нет, ну вот по облику, вот он изменился со времен, вот как бы вашего детства? Я вот сейчас туда убежал пешком бы жить. Что обещали, в общем, все выполнили. Так вот и помощь, и это все выполнили. И дома нам построили. А фундамент как же? Ну вот, может, не будем плавать весной, вот в чем дело. Наверное, это никогда не бывает так, чтобы жалоб совсем не было. И люди есть люди. Всегда хочется, чтобы было чуточку лучше, чуточку по-другому. И поэтому, естественно, какие-то недостатки все-таки в построенных домах присутствуют. Ну, в первую очередь, погорельцы нам говорили о том, что у них скапливается конденсат в подвалах. Видимо, не совсем изолированы швы. Значит, были еще жалобы на то, что несколько заглублен фундамент. И они опасаются, что к весне, возможно, их подтопит. Вопрос, который у них пока еще, наверное, сохранился. Это организация сообщения общественного транспорта от микрорайона к, так сказать, к центру городского поселения и к другим местам. Мы также говорили с жителями о том, получили ли они средства, собранные общественной палатой, те добровольные пожертвования, которые перечисляли на наш счет граждане. Ну, действительно, они получили эти средства. И единственный вопрос, который для нас пока остается не очень непонятным, каким образом принимаются решения о строительстве тех инфраструктурных объектов, которые будут возводиться на средства, собранные общественной палатой. Как вы помните, было принято решение о том, что часть средств по 30 тысяч будет распределена по семьям погорельцев, а оставшиеся деньги пойдут именно на возведение каких-то объектов общего пользования в тех местах, где эти погорельцы проживают. Ну, вот в частности, так сказать, в Беломомоте чаще всего высказывалось пожелание о том, что им необходим медицинский пункт, какая-то амбулатория. Ну, этот вопрос открыт, и, безусловно, он требует обсуждения как с участием самих жителей, так и с участием представителей местной администрации, может быть, граждан всего этого поселка, потому что пользоваться этим объектом могут не только те, кто пострадал от пожаров, но и другие граждане. Но вот пока ни в органах власти, ни среди жителей понимания о том, куда, так сказать, эти средства будут направлены, нет. Общественная палата будет и дальше продолжать контролировать эту ситуацию.